Иван Павлович, вот в последние годы, наверное, стало гораздо больше людей, у которых удален желчный пузырь. Вот у них возникают вопросы, как же им жить дальше. Ну, наверное, сначала надо сказать, как людям не доводить себя до такой жизни, что у них появляются камни в желчном пузыре. А потом уже, наверное, надо сказать, что же им делать, таким людям. Ну, всё правильно. И всё дело в том, что печень – это довольно массивный орган, это где-то полтора и до двух килограмм веса. Это наш фильтр. Она расхлёбывает все эти издевательства, которые творит человек над своим организмом. Попили воду во время еды, после еды. Не переработана пища. Часть грязи выходит, а часть идёт через печень. И печень должна дорабатывать то, что вы уже нарушили. Но это первый фильтр, а второй – почки. А почки работают уже на микроуровне. И вот там, это заколдованный вот этот процесс. Эта грязь рассекается по всему организму. Это мы называем зашлакованностью. А там уже возникновение, где тонко, говорят, там вырвётся. Болезнь – это не играет никакой роли, какая она или как она называется. Так всё дело в том, что печень работает круглосуточно. Причём она первая начинает работать. Это первая кровеносная система человека, когда мы ещё были у мамы в животике. Это один из главных органов, регенерационная способность которого до конца нашей жизни остаётся очень сильной. Бывали случаи, когда у мамы отрезали половину печени, чтобы пересадить там своей дочери. И эта печень восстанавливалась за полгода. Сама. За счёт резервных организмов в том числе стволовых клеток, которых в организме много. И они есть уже в организме. Так вот, желчный пузырь предназначен для того, чтобы желчь, обладающая очень мощным щелочным действием, она в течение ночи капала и в этом пузыре накапливалась. И чтобы днём расходовалась на переработку продуктов питания. Потому что щёлочь, она разъедает всё до предела на составной части продуктов. Что происходит у человека? Если он всё время отравливает фактически сам себя за счёт не так пьёт, не так кушает, даже бранные слова, это тоже закислеет организм. И вот это всё вызывает к тому, что печень работает более интенсивно. В желудке соляная кислота должна полностью переработаться. Она не должна поступать в двенадцатиперстную кишку. А мы её разбавили. И она вместе с непереработанной пищей поступает в двенадцатиперстную кишку. А там поджелудочность, железа и печень должны инактивировать, полностью разъесть соляную кислоту. В кишечнике её не должно быть. А вы каждый день это делаете. И печень начинает уставать. Она перестаёт выделять желчи столько, сколько надо. Да ещё на фоне плохого приёма воды. Не чая, кофе, компота и минеральных воды, в том числе, а чистой воды. И на этом фоне они начинают густеть. Она уже перестаёт вырабатывать желчь определённой концентрации. Она становится более густая. И вот эта густая является началом возникновения вначале песка, а потом камней в печени. Но самое оригинальное. Если вы утром, не успев проснуться, или проснувшись, идёте в туалет и выпиваете всего-навсего один-два стакана воды, желчный пузырь, он же дурной, он же не понимает, что это не пища, но это вода. А вода проходит танзитом через желудок. Она его не промывает. Там есть малая дорожка, по которой проходит. Он думает, что это пища, и желчный пузырь, сокращаясь вот эту желчь, он выливает. Если вы это будете каждый день делать, и ещё не один раз, а натощак много-много раз, у вас никогда не будет камней в желчном пузыре. Вы об этом знаете? Не знаете. Но самое главное. Если вы удалите желчный пузырь, вам никто не говорит, что эта желчь, которая вырабатывает в течение дня, она всё время капает. А вы же знаете, что капля даже долбит там чего-то... Камень. Камень. И тут, может быть, продолбать, и там язву расплюнуть. Что же это делать? Опять вспомнит о воде. Покушали. Желчь, которая там накопилась, накапывала, она используется. Прошла эта еда дальше. А вы фактически... Продолжает капать желчь. Да-ка вы берите стакан воды, пейте. Она думает, что это пища пришла, всё разбавляется, и проблем опять никаких нет. А вам, говорит, вы кушаете через 2-3 часа. Да не надо есть. Между едой вы должны минимум соблюдать 4-5 часов. Никаких перееданий. А воды, пожалуйста. Вы избавляетесь от того, что у вас язвенной болезни желудка и 12-3 кишки никогда не будет. Но перестаньте принимать воду во время и после еды. Давайте, чтобы соляная кислота полностью переработалась. И чтобы она не попадала в 12-3 кишку. Ну что, в этом трудно понять? Вы все уже понимаете. И плюс на этом фоне вы ещё не забудьте о соде. Потому что ведь мы как-то говорили с Александром Васильевичем, даже предотвращение, предотвращение язвенной болезни и рака 12-1 кишки и кишечника опять способствует тому, что это сода. Потому что в желудке вырабатывается слизь. 90 с лишним процентов воды, 2-3 соды, которая является демпфером и не даёт соляной кислоты для того, чтобы клетки желудка, вырабатывая соляную кислоту, они перестали выделять её и разъедать стенку этого желудка. Опять всё взаимосвязанное, взаимозависимое. Поэтому то, что если беда случилась и вас вырезали жёлтый пузырь, это ещё не беда. Научитесь правильно кушать и правильно соблюдать режим питания, не принимая воду во время и после еды. А после еды, через час, через полтора-два, обязательно принимайте воду, полстакана, стакана, даже глоточками пейте. Вы предотвратите неприятности, которые практически вас уже ожидали. Иван Павлович, кстати, вот небольшое добавление к вашему рассказу. Вот одна из зрителей с нашего канала «Раздравление» написала, что у неё желудочный пузырь был полон камней, и ей предлагали сделать операцию, которую ей не хотелось сделать. Она стала искать, что бы можно сделать вот в этой такой её ситуации. Нашла видеоролик наш с вами и стала принимать пищу, так, как вы рассказываете и пишете, и принимать соду. Так у неё, как она пишет, две трети камней уже исчезла, а остальные стали меньше. То есть это вот, пишет конкретная женщина, вот о таких результатах. Ну, я признательна, что все советы, которые тот труд, который мы с вами взяли на себя, он приносит пользу людям. Только нужно делать. Причём, иногда, я боюсь, я и говорю, да ничего, не бойтесь, то, что мы с вами говорим. Вы уже вообще в нашей жизни ничего не должны бояться. Вы должны бояться заболеть. А чтобы не заболеть, надо делать то, что мы вам советуем. Причём, вот ЮТИБИ уже сколько идут соответствующих отзывов, что люди, которые были фактически лепрекомны к постели, или уже от них отказались, они начинают обретать новый образ жизни, вернее, новый виток своей жизни. Поэтому всё не только в ваших руках, но и в вашем сознании отношение к тому, что называется физическим телом, которые на Земле нам даны во временное пользование. Но ведь надо к этой машине относиться очень строго и знать, как она работает. Мы вам даём это оружие в руках. Только пользуйтесь и делайте. Продолжение следует...